Ольга Горничар Путь был тернистый, не только был он и есть тернистый, я вам скажу больше, потому что и сейчас вот уже в этом возрасте, имея какой-то статус, я все равно продолжаю идти. И эти шаги, конечно, очень тяжелы, потому что конкуренция большая и очень все сложно. Если я вижу улыбку, если я вижу эти горящие глаза, если я вижу, что хоть кому-то одному я симпатична и меня воспринимают именно положительно, то, значит, я на сцене не случайно, а это мое предназначение. Ну, это в чувствах, это в эмоциях, которые ты доносишь до людей. То есть ты должен не только спеть, конечно, но и сыграть. Но, понимаете, как я, наверное, в силу опыта уже своего, ну, наверное, не играю. То есть я как чувствую, так и людям и преподношу. Но детей вот начинающих, да, деток мы всегда учим, чтобы они представляли. И, наверное, ну, тут немножечко, наверное, включаются какие-то актерские качества, вот как мне кажется. Что касается взрослых людей, вот в частности меня, да, то я все-таки, наверное, искренне уже доношу то, что я хочу донести. Это волнительно, да. Ну, вот лично у меня волнение проходит спустя, наверное, 10-15 секунд, как я только вышла на сцену. Потом ты полностью растворяешься об этой музыке, полностью растворяешься в своем выступлении, полностью видишь глаза зрителя и забываешь про все. У меня есть одна песня такая, которую я не то чтобы перевоплощалась, но, наверное, я задумывалась, что все-таки именно исполнитель хотел донести этой песне, что он хотел рассказать. И я, наверное, просто эту песню перекладывала на свой творческий, свою творческую жизнь, на свой творческий путь. Именно вот мой путь, песня Франка Синатра, да, которая стала для меня, наверное, одной из самых значимых песен. И в этой песне Франк Синатра хотел именно сказать что-то о своем творческом пути. Я, соответственно, когда исполняю эту песню, хотела сказать что-то о своем творческом пути. Я вообще люблю исполнять мужские песни, это раз. Во-вторых, я люблю переделывать песни, то есть брать противоположность. Если это женская песня, это не значит, что ее должна петь женщина, как мне кажется. Мне, наоборот, хочется взять мужскую и исполнить ее в женском, абсолютно в новом ключе каком-то. Есть много исполнителей, которые мне симпатичны, есть много, кто мне симпатичен по вокалу, есть много, кто мне нравится по песням. Но чтобы вот сказать кого-то одного назвать, я, честно, затрудняюсь. Я вообще стараюсь никому не подражать, я просто стараюсь у кого-то взять что-то, наверное, полезное, может быть. Но нет такого исполнителя, которому бы сказал, все, хочу быть так, вот как он. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Первоначально, когда я делала свои первые шаги, у меня, безусловно, за плечами там было... Я имею в виду первые шаги именно уже профессиональные, на профессиональной сцене. У меня, безусловно, было очень много фестивалей, благодаря которым я накопила свой именно творческий опыт. Но дальше уже фестивали, да, те же фестивали, которые я уже прошла благодаря этим победам, они мне дали старт именно в творчестве как профессионала. То есть меня стали приглашать на многие международные конкурсы именно в качестве члена жюри. То есть благодаря одной победе, второй победе, именно я уже возросла как именно профессионал. Поэтому конкурсы, они и в профессиональном плане помогают, и в карьерном плане помогают, и в творческом, и в вокальном. И, на мой взгляд, это знакомство, это друзья, потому что очень многие фестивали мне дали, вы не представляете, сколько много друзей, сколько много стран. Благодаря этому я общаюсь, я живу, я развиваюсь, и я в тренде вообще, что происходит в мире, и где, и как. Они только начинают свой творческий путь, да, ну, многие из них. Поэтому я всегда учу, чтобы они... Во-первых, чтобы это им нравилось. Всегда. Любой ребенок, вот на мой взгляд, должен заниматься каким-то делом. Будь то спорт, будь то там вышивание, рисование, музыка. Если ребенку нравится это, даже пусть он не будет суперартистом, даже, может, в будущем он и не станет, да. Но главное, чтобы ребенок был чем-то занят, и ему это нравилось, и он, ну, конечно, достойно делал это. И я пытаюсь научить все-таки, наверное, любить музыку и доносить ее до зрителя. Боже, дар. Ну, конечно, если бы не было какого-то дара, наверное, ну, конечно, который необходимо было развивать, то я бы, наверное, сегодня не давала вам интервью. Поэтому, ну, чертовщинка, но она есть, наверное, у каждой женщины. Поэтому у каждого своя. Я, как верующий человек, всегда перекрещусь перед выходом на сцену, да, но чтобы какие-то были у меня ритуалы там, неимоверные какие-то талисманы. Есть у меня парочка вещей, которые я всегда вот еду в чемодан кладу с собой, да. Я их использую там не только как талисман, но и в качестве там удобно, чтобы мне было там не спать, скажем так. Но какие-то там замороченные такие вот вещи я не придерживаюсь. Я не ношу булавок, я не ношу там разных там оберегов. Хотя, не знаю, может быть, это и неправильно, но, вы знаете, я в свое время выработала такую позицию, что не надо накручивать самому себе. Вот вышел, отряхнулся, и все будет у тебя хорошо. Потому что в следующий раз у тебя не будет этого, этой вещи, которая тебе как бы приносила, там, не знаю, какой-то оберег или еще что-то. И все, и ты, называется, пропал. Поэтому все закладывается в наших мыслях. Я думаю, мы справимся с любым негативом. Главное, чтобы мы в это верили, что у нас все будет хорошо. Ты, одиночество мое, не закрывай. Не подзвонил ни разу и не написал. Когда ты только знал, мой любимый мой. Как жаль, что мы встретились с тобой. Душа, в первую очередь. Тем более, когда ты уже профессионал, когда ты уже имеешь опыт, то тебе только остается пить душой. Ну, то есть, мне так кажется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok